здравствуйте дорогие друзья сегодня на канале мейстер мейстер будет очередной многими долгожданный выпуск нашей ножевой лаборатории потому что сегодня будет тест ножа cold steel sr 1 light вот в такой вот танто геометрии клинка 8 chrome 13 наливным лиден ванадий сталь клинка довольно таки небольшая цена вот такая классическая cold steel ская геометрия замок триадлокс мощнейший просто пружины посмотрите здесь какая толщина такой же мощный клинок и наши целевые и не очень тесты предстоящие этому ножу много раз просили нас снять ролик об этом ноже ну собственно говоря просьбу по мере сил стараемся выполнять итак поехали итак самый сложный тест для ножей cold steel этот с карманом то есть но давайте посмотрим здесь на самом деле не совсем обычная для производителя клипса может быть может быть нам повезет ну по крайней мере пытается пытается но ну это не идеал но это по крайней мере как-то работает то есть по крайней мере поддевать не приходится тогда ну давайте на неусиленную карман ну тоже в общем заходит очень плотно но по крайней мере заходит то есть в принципе это рабочий вариант конечно мне бы постоянно было бы жалко использовать джинсы с подобной клипсы но тем не менее можно попытаться оттокнуть можно попытаться разогрузки из коробки работает вот так теперь дальше и открывание но клинок здесь тяжелый и мощный поэтому с открыванием в общем то проблем никаких правой рукой активно левой рукой шпенек есть по крайней мере спокойно точно можно открыть без всяких задруднений закрывание ножа ну кстати знаете опять таки я бы сказал что для замка три adlock все работает весьма неплохо у меня сейчас немного повреждена левая рука так и вообще я бы сказал что то что я ей могу нож закрыть это в общем для именно замков этого типа дорогого стоит при том что это нож прямо из коробки то есть работает все действительно прекрасно очень легко прожимается замок несмотря на вот такую мощную пружину в общем на самом деле для этого замка все идеально да и знаете в общем и целом я бы поставил довольно высокий балл за эргономичность вот этого процесса потому что здесь действительно все в порядке имитация такелажных работ стали у нас напомню 8 chrome 13 молебнем ванаде то есть клинок не то чтобы очень твердый и вот такая толщина клинка но это геометрия американский танто то есть довольно таки высокие спуски у нас уже в некоторых тестах показывают что нож с подобной геометрии может удивить вас так скажем давайте посмотрим как он будет шнур резать но еще раз но знаете вот это не идеально но в общем то это вполне работает то есть я сейчас такое небольшое попробую кольцо сделать тут я бы сказал что все таки но режет в общем то режет то есть как бы я не испытываю какого-то бешеного восторга это не самая режущая геометрия в маленькой естественно такую петлю вообще засунуть очень трудно но в целом это лучше чем можно было бы ожидать от такой работы давайте картон попробуем как видите есть некоторая сложность с управляемостью может быть на то есть опять таки ввиду того что клинок такой толстый целом опять таки вот я бы сказал что здесь примерно как со шнуром это лучше чем можно было ожидать это лучше чем на многих ножах колстил у которых есть какие-то такие геометрические особенности типа толстых клинков в общем то работает достаточно достойно для подобной геометрии так рез на плоскости давайте попробую вот такой утеплитель но узнать ощущение такое вот из-за толщины клинка немного непривычное но я бы сказал что это не так плохо как можно было бы опасаться то есть смотрите как бы я даже вот так вот и мелко в общем то довольно аккуратно резать то есть в общем в принципе я бы сказал что это прям неплохо ну-ка что со шнурком на плоскости у нас будет вы знаете в общем то ну когда понимаешь что имеешь дело с не самым геометрически режущим ножом тогда немножко не дорезаю но это здесь со многими ножами встречается из-за того что дерево здесь но в целом я бы сказал что на работу эту делают прям действительно неплохо то есть особенно неплохо опять таки вот для ножа ну вот такого это действительно такой мощный тактический ножик с толстенным клинком а тут ну в общем то режущая работа на вполне удовлетворительном уровне так ну теперь строгание это вот наверное самое такое для таких ножей серьезно но но знаете вот опять таки я бы сказал это конечно не идеальное строгание как у меня случалось видеть но благодаря общей геометрии ножа в этих рамках это неплохо скажем так то есть в общем то видите нужно крупную достаточно щепку брать и что-то такое сделать нож вполне себе позволит ну в общем то в общем то я бы за эту работу выше балл наверное поставил то есть не просто с учетом того что вы должны понимать что у вас в руках вот такой большой тяжелый нож то есть с одной стороны строгать ему можно но будет немного утомлять руку из-за того что здесь все-таки не очень башкообразная рукоятка в хвате есть определенные трудности на руку давит но при этом работу в целом делает опять-таки для вот такого мощного ножа если вам зачем-то надо чтобы нож был вот такой мощный при этом иногда нужно делать такую строгательную работу то наверное это тот нож который вам вполне для этого подойдет давайте дальше тестировать так ну что теперь у нас удары в пень ну тут как бы сомнений никаких но тем не менее надо понять в эргономику хотя бы этого процесса да и входить будет ли поехали 5 штук 1 2 3 4 5 знаете друзья это идеально это идеально с точки зрения вот особенно хвата в рукоять то есть как бы я вот ни обо что ни разу не ударился хотя бить старался прям максимально сильно как это возможно потому что может прямо скажем позволяет это делать да конечно входить сильно глубоко такая геометрия клинка не будет ну здесь и не эта цель но в принципе работает прям достойно очень хорошо пройден этот тест так друзья но учитывая что у этого ножа действительно такая особая мощь присутствует при вот таком вот клинке да и триадлок с очень толстой пружиной я предлагаю попытаться им разбатонить вот такую деревяшку с наличествующим в нем сучком думал что просто ну зачем тоже нужен такой толстый клинок например чтобы переносить подобные нагрузки без последствий давайте попробуем потому что здесь я не думаю что на режущей кромки ну или скажем так на спусках появятся какие-нибудь проблемы связи с таким батаре ну сейчас попробуем по крайней мере это сделать но я теперь по крайней мере понимаю зачем нужны такие геометрии ножей давайте еще разок то есть тут вопрос такой он сучок не разрубила просто выдрал вот так вот край дерева вместе с этим как бы вообще надежно так скажем что сработало ну давайте попробуем еще что у нас выйдет как тоже эту палочку использовать нужно так вот раз и ну что друзья в общем этот нож реально вот видите вот можно делать так в общем топор не всякий такой честно говоря выдерживаю поэтому в этом смысле очень вопросов к этой работе я думаю что к этому ложу нету мы и делаем по самом деле лучше всех остальных что геометрически к этому хорошо подходит ну и замок давайте и режущая кромка как у нас там дела но я вот так смотрю что пока никаких проблем не вижу то есть тут же ведь все толстая поэтому чего бы тут были проблемы всего прекрасно работает продолжаем тест да уж для подобное честно говоря железяки не мог долго найти достойного куска дерева то есть ну как вы видите просто широковато откровенно говоря делать здесь эту работу то еще и сучок внутри то есть я боюсь что не умножал меня сил не хватит для производства таких работ давайте попробуем по крайней мере как он себя будет чувствовать надеюсь что без неожиданности все об этом сейчас говорит у меня такая вот колотушка давайте начнем тут то можно бить вообще вот говорю что что потом будет не смогу если что масса вот этой штуковины больше 800 грамм бить можно вот как бы вообще не задумываясь ни о чем то есть как можно сильнее потому что конечно такая древесина да и вот такой клинок подстрекают как бы вот особенно не задумываться к заколотушку боюсь говорил персонаж одного советского мультфильма ну вот на самом интересном месте ну да надо сказать что я прям остановился потому что просто села батарея в камере но думаю что вы посмотрите на то как я вот это все сделал вот этим вот ножом в такой вот деревяшки но и давайте теперь на результаты посмотрим тут конечно главный вопрос к режущей кромки потому что 8 хром 13 молебден ванаде не самая скажем так твердая сталь но тем не менее вы знаете я вот ну какие-то минимальные засветы вижу у этого ножа и не более того давайте чего-нибудь на остаточную остроту посмотрим дорежет прекрасно все работает пока по крайней мере мы с кромкой ничего не делали от дерева в общем она не страдает совсем да она имеет довольно толстое сведение но вот даже после такой работы каких-то своих режущих свойств нож не меняет они не идеальная но вполне достаточно чтобы работу выполнить так ну теперь соскальзывание на алюминий пять ударов нож тяжелый взлетает в алюминий просто прямо здорово так но я сейчас сам немножко посмотрю ну честно говоря вот я увидеть каких-то повреждений сходу по крайней мере не могу следы от алюминия вижу повреждений не вижу ну собственно посмотрите какая геометрия у нас же какие повреждения все прекрасно работает так медный провод будем защищать и рубить вот я не самый такой классный электрик в плане зачистки проводов но последнее время на сказать что научился но здесь я думаю что как-то даже трудно подозревать что произойдет что-то ненормированное главное взяться как-нибудь поудобнее вот так типа что бум все кругом упало что мы тут видим в плане результатов от этого удара я вот так пока смотрю даже найти место которым бил затрудняюсь где-то здесь где-то вот здесь наверное вот здесь вот какой-то след покажется от медиа все-таки вижу но не более того кромка по крайней мере сразу при визуальном осмотре не пострадала так но теперь самый драматический тест давайте ножик в пень забивать не делайте это дома хотя если все-таки очень хотите делать то похоже что вот колстила с и родим лайт это чуть ли не самый подходящий для этого ножа пить не страшно нюансы никаких видите уже как глубоко то забил в общем то дальше здесь не надо давайте смотреть что замком это просто вот опять таки левой рукой немного неудобно нажимать но прекрасно работает просто прям послушайте это прям великолепно вообще на самом деле вот как всегда бывает на триадлока после этой работы вот вертикальный люфт минимальный появляется ну вот он просто вот какой-то минимальный поперечного у этого ножа почти не чувствуется конечно видно что так качается но это не люфтит клинок это другое немножко большое слишком усилий прилагает из но в общем совершенный минимум давайте выбивать короче говоря конечно вот усилие с которым я выбиваю она гораздо больше чем обычно потому что клинок очень толстый но достану должен уже да о слушайте я вот прямо не могу сейчас камеру сниму и покажу вам какая дырища получилось собственно говоря после после вот входа этого ножа в пень но тем не менее давайте сначала на сам нож посмотрим о ну что дружочек да вообще и вот да и вот этого люфта его почту вот он такой же как и в пне был пусть он совсем какой-то минимальный то чуть-чуть я думаю что подтягиванием осевого узла легко решается давать попробуем подтянуть что ли так 10 торс здесь в осевом узле вообще честно признаться почти не тянется нож стал очень жестко ходить а люфт на самом деле все равно остался то есть ну как бы все уже видите вот я вот так как был я уже выкинуть не могу то есть откровенно говоря изменения с люфтом нет то есть я бы отрегулировал его обратно чтобы он немножко поудобнее работал то есть но видимо все-таки в отношении люфта появляется что другое но да все равно когда нож открыт то есть ну вот он совсем там микроскопически работать это в общем никогда не помешает после всего того то что мы сделали я считаю что прекрасно пройденный тест ну что друзья и последний тест нас гвоздем как ведет себя 8 хром 13 молитвен ванаде обычно здесь вполне понятно сказать что прям неплохо так достаточно забирается клинок ножа в клинок ножа в сталь гвоздя вот но вот посмотрите на самом деле я бы так сказал затупление да есть но вот серьезных повреждений кромки в том месте которым я эту работу делал я опять-таки не наблюдаю давайте порезать что ли попробуем этим местом сразу после всего этого ну вот да резать уже с большим трудом хотя как бы конечно все равно вот большая часть режущей кромки вообще никак не пострадала потому что я и по гвоздю не возил и сразу же получилось вполне нормально давайте ударим поглядим ну вот засечка качественная получилось в этом плане все нормально давайте смотреть что у нас на клинке на клинке это ребят ничего ну вот собственно понятно по крайней мере зачем на этом конкретном ноже вот такая геометрия клинка давайте к выводам переходить но что друзья хочется сказать после теста в данном случае то вот понимаете вот таким вот именно таким должен быть относительно недорогой складной нож от компании cold steel вот не надо всех этих экспериментов с другими замками там попытками сделать его более эргономичным и так далее так далее так далее не надо вот вот это вот такой вот должен быть лом то есть он прям вот такой вот мощный как бы все проходящие не боящийся никакой работы то есть мощнейшая штуковина и за довольно таки скромные деньги сделано потому что опять таки сделано с пониманием что нужно делать с клинком ножа если вы ставите на клинок относительно недорогую сталь и все начинает прекрасно работать в этом отношении ну давайте теперь немножко меньше эмоций чуть больше объективности вот трясу ножом чувствую какое-то движение клинка клинок очень тяжелый поэтому в данном случае все таки вот этот вот люфт он ну скажем так как-то в ножи отзывается с чем честно говоря связан понять не могу как не рассматривал каких-то серьезных повреждений не нашел единственное думаю если удастся показать вот там немного сдвинулась пружина замка которая собственно говоря давит на основное вот это коромыслы но не знаю получится может быть дело в этом но как бы тем не менее ничего серьезного с ножом не произошло а нагружали моего гораздо больше чем многие другие ножи отдельно я считаю что очень достойное поведение клинка и откровенно говоря наверное это одна из таких ну наиболее комфортно лично для меня работающих версий ножа с замком триадлог который вообще мне в руки попадал то есть вот чаще всего триадлог вот так вот не работает то есть там есть определенные сложности но я уже много довольно таки тестов этих ножей показывал все я думаю знаю какие не бывают здесь единственное что традиционно неудовлетворительно работает это клипса в остальном же нож ну просто вот колоссально приятную эмоцию вызывает да еще и учитывая что это нож сделанный за довольно таки скромные деньги но тем не менее именичным производителем я лично думаю что позицию в наших тестах он займет достаточно высокую в общем очень здорово получилось надеюсь что он то тоже было интересно большое спасибо за просмотр с вами на канале миссия мистер был заливаха пока